Ну что, мои хорошие, мне настолько некогда, что даже не могу не расчесаться, не поменять халатик, потому что хочется уже и в душ, но опять-таки у меня еще есть полтора часа времени, и я думаю, я должна успеть. Я делаю еще один рецепт. Витя искал нож очень долго, он здесь вот рядом. Знаете, как бывает, нападает что-нибудь такое, и думаешь, чертик отдай, чертик отдай, раз, и он отдал. Ну, короче, суть в чем? Суть в том, что у меня закончилось масло, и я достаю свои занычечки, начечки. Оп, вот так, да, ну а что делать? Короче, я вот эти вот все три мисочки накрошила кабачки вот такими кольцами, не совсем тонкими, где-то полтора сантиметра, около двух, и я их обильно посолю, прям-таки хорошо. Посолю. Их здесь очень много. Моя функция сейчас не так сложна, как занимает время это, все это пережарить, но пережарить на сухой сковороде просто, вот сейчас я это солю, перчу. Тут можно добавить любые специи, можно грибную приправку, можно какие-то ваши любимые травки, там, брованские, итальянские, какие хотите, но я так думаю, что мне достаточно будет соли и перца. И в чем изюминка этого процесса, что я на сковородку лить масло не буду, потому что я заливаю его сейчас сюда где-то по две, по три столовых ложки. Вот в эту мисочку она побольше, я сюда налью, наверное, ложечки четыре, сюда по две, хорошо-хорошо перемешаю, и можно ставить сковородку и начинать обжарку. Уже не добавляю в сковороду масла, ребят. То есть вот так вот буду потряхивать, сейчас оно все у меня просолится, проперчится, и каждый кружочек кабачка будет помазан будто бы маслом подсолнечным, понимаете? За счет этого я в сковороду его лить не буду. Это будет и быстрее, меньше расход масла, и они не будут такими жирными, как вот если бы мы их жарили с добавлением масла на сковородочку. Все, я их пережарю, потом будем с вами доделывать рецептик. Я буду сейчас в целях экономии времени выключаться, потому что я буду вот так метать, знаете как, кидать и метать на двух сковородках, на больших, может даже и на трех, пока нам не отключили свет. Все, мои хорошие, я перемешала их, прикольненькие они такие, жирненькие. Все, включаю две сковороды сразу и начинаю пережарку, потом я вас найду, не теряйте меня, пожалуйста. Ребятки, я не знаю, как мне успеть, в общем у меня уже чуть-чуть нервы, поэтому вообще, значит что, стерилизованные баночки, уксус готов, тарелочка, сюда я буду, значит, закладывать всю нашу красоту. Посмотрите, какую гору кабачков я пережарила, вот она, вот она, вот она, вот она. Так, мне сейчас нужно сделать основу нашего рецепта для уникального вкуса, о как, и не хуже, именно уникального. Для этого у меня здесь мелко покрошенный укроп, петрушка, буквально чайную ложечку, чайную, не больше, сахара, ну это знаете как, для того, чтобы не было вот именно просто соленым и таким ядреным. А, конечно же, сахар и соль, они всегда работают в одной упряжке. Чуть-чуть соли, потому что у нас в кабачке чуть-чуть, это чайная ложка, на вот эту всю массу. Тут у меня аж 300 грамм и укропа, и петрушки, 150 того, 150 другого. Вот, теперь сахар, соль, 3 столовые ложки уксуса. Раз, два, три. И самое основное в этом рецепте, ребятки, большое количество чеснока. Здесь 5 головок чеснока, мне их, видите, спасибо ему огромное, не только почистил, но еще и пережал их все, вот такую вот. Короче, у меня остается ровно 15 минут, и я так понимаю, что я не успею стерилизовать. Ну, короче, как будет, так и будет. Я, если что, начну стерилизовать, потом включат свет, и еще 5 минут достерилизую. Короче, вот эту кашицу я хорошо-хорошо перемешиваю с чесночком. Все вот так вот тщательно, чтобы не попало именно вот куча чеснока, а зеленушки мало. Поэтому я ее пытаюсь сделать такой очень-очень перемешанной. Все, мои хорошие. И теперь я вилочкой аккуратненько, которая у меня нет, есть, ну надо же, есть вилка. Сотобенде, сотобенде. На дно чуть-чуть ложим вот этой кашицы. Теперь перекладываем, вот буквально 4-5 кусочков кабачка, ну как получится. И ложечку нашей кашки, обалденной вкуснячей кашки, вот такой вот. Оп. И так поступаем со всеми банками. Я так понимаю, я вряд ли успею, но если я не успеваю, что я сделаю? Вот так они в таком виде у меня будут стоять. И ждать, когда включат свет. Ну, а что делать? Как-то так и будет. Оп, 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 и вилкой, и ложкой сама себе помогаю, потому что очень спешу, очень и очень. Закладываем сколько войдет, то есть полностью. Больше сюда ничего не надо. Ни подсолнечного масла, так как, вы помните, да, масло на сковородочку я не наливала. Я их просто замариновала в соли и в перцы с добавлением подсолнечного масла. Нет, этот будет лишним. Все, и теперь сверху еще такую же порцию укропа с чесноком. Все, одна баночка готова. Ее родная крышечка. И впустила дно нашей кастрюльки, в которой будет стерилизоваться вся эта красота тряпочками, такими махровеньками у меня они есть, слава богу. Ставим туда одну баночку. И вот так вот я поочередно, поочередно заполню все банки, ребят. Все они простерилизованы. Будут лишние, конечно же, это не проблема. Все это будет мне потом еще нужно, потому что есть еще кабачки. Юляшки, огромное спасибо. Кабачки это Юлины. Вы уже выпросили. Скажите, что это Юлины сказала. А сейчас посмотрите, какие будут эмоции дальше. Ну, мне в принципе все равно. Говорите. Бомыто варки. Все, вот так вот уплотняю и опять добавляю. Этот вариант консервирования, ребятки, уникален только лишь в том, что кабачок не до полной готовности у нас. Он просто сверху обжарен, то есть до румяной корочки. Но он еще хрустит и здорово хрустит. Вот. И когда он простерилизуется... Ну, что, крышка, вы не надо там? Нет, пока нет, я не успеваю стерилизовать. На крепень кастрюлю. Я потом возьму. Пока я не успеваю стерилизовать вообще, Витя. Ну, ничего. Спасибо тебе за помощь, конечно, но вряд ли. А включена вода там, да? Нет, нельзя ее. Я сама, Витюш, спасибо, солнце. Ее нельзя сейчас туда наливать, бубанки лопнут. Просто устелена кастрюлька и все. Так, все, еще один кабачок. Витюшка всем, всем, чем может, помогает. А я же чуть-чуть нервничаю. Банки я потом... Знаете, что сделаю? В одной кастрюле у меня будут банки одинакового размера, в другой вот такие высокие. Они, конечно, классные, но по размеру они совершенно не одинаковые. Для этого у меня есть еще вторая кастрюлька. И там будут более высокие уже у нас баночки стерилизоваться. Стерилизовать их нужно после кипения ровно 15 минут. И закрывать. И вон зимой, когда мы откроем баночку, эта красота будет хрустеть. То есть чесночок, зеленушка, они будут просто хрустящими и уникально вкусными. Попробуйте этот рецепт, не пожалеете. Тут на любителя можно добавить любую из видов травок. То есть какую вы любите, уважаете и так далее. Еще один кабачок. Все. Вот так. Вот эти вот у нас маленькие, они все одинаковые, поэтому я их ставлю в ту кастрюлю. В общем, когда у нас включат свет, ребятки, я вам все покажу, что у нас получилось. Именно с этими кабачками. А в голове ведь уже другой рецепт созревает, представляете? Все. Заканчиваю. Сейчас выключат свет. И на жаль я не вспила их простерилизоваты. Но не беда. Главное, что они уже прожарены. Вот это самое главное. Потому что прожарка за меня заняла у меня почти час. А час для нас сейчас очень весомо чувствуется. Ай, красота. Главное, действительно, масло совершенно не потребовалось. Это уникально. А так бы они были жирными, конечно. Все вот так чередуем. Говорит, чувствуете, какая скорость в моих руках? Если бы можно было куда-нибудь пропеллер, то я бы, наверное, вырабатывала сама электричество, которой нам очень не хватает. Смешно, но что есть, то есть. Так, все. Высокие одни остались. Да, вот это еще какая-то непонятная. Ну, ничего, как-то будет. Прости, реализую и четыре, потом еще четыре. В общем, все, мои хорошие. Я выключаюсь, потому что сейчас выключат свет ровно через три минуты. Пока-пока. Ждите, пожалуйста, что будет дальше. Я сама энерджайзер. Итак, уважаемые зрители, я сегодня чуть-чуть не упала от усталости. Ну, короче, вот это вот все я сегодня сделала. Закрыла. Это у нас абрикосовое варенье. Варенье. Вот это в остаточке. Будем завтра с чайком на завтрак пробовать, потчевать. Это тоже остаток, но я уже не стала стерилизовать баночку. Кушать тоже надо. Так, света у нас сегодня не было с трех часов дня до семи часов вечера. И поэтому я очень переживала за кабачки, которые я начала делать. Но, слава богу, за 15 минут они простерилизовались. И уже Витя их закрыл. Баночки это болгарские. Тут нужна была помощь Вите. Вот такие у меня получились. Вот такая масса. Укрылась специально теплой тряпочкой, такой полотенечком бэушным, махровым. Короче, вот такие вот банки. Переворачивать сейчас не буду. Все открывать будем зимой вместе с вами пробовать. Мне очень это понравилось. Да, конечно, я повозилась с ними долго по поводу жарки. Но я так думаю, это того стоит. Это квасятся огурчики тоже через пару-тройку дней будут закрываться. Там квас стоит. Короче, консервный завод в действии. Итак, сегодняшний день для меня очень насыщенный. Очень такой, короче, ноги гудом гудит, спина болит. Но все нормально. Обычная работа, обычная консервация, как и каждый год. Все, мои хорошие. На этом все. До завтра. Всегда с вами Витя Лена Степашко. Ну и хорошее настроение на канале Погода в доме, если это можно назвать хорошим. Но в принципе, на день насущный сегодня так. Завтра, надеемся, будет лучше. Послезавтра еще лучше. И только так не унываем. Ребятки, я сама себя уговариваю, чтобы мысли плохие не лезли в голову. И вас очень-очень прошу. Будьте добры, будьте сильными, будьте терпеливыми. И все будет хорошо. Все, пока-пока. Пошла отдыхать. Теперь уже точно отдыхать. Продолжение следует...